В хореографической школе искусствами «Непогодина» сегодня обучается порядка 250 юношей и девушек. Все они постигают искусство танца и практически каждый из них прошел через заботливые руки Лилии Владимировны Кричко, для которой хореография не просто профессия, а стиль жизни, без которого она уже не представляет свои будни. Хореография для меня, как бы пафосно это ни звучало, это жизнь. Жизнь не потому, что я посвятила очень много лет этой профессии, потому что хореография никогда не отходит в сторону, она все время присутствует и днем, и ночью, все время с тобой, потому что ты все время думаешь, что придумать, как придумать, с тобой все время в голове музыка, какие-то движения, счет ты считаешь, ты едешь в троллейбусе, ногами выбираешь, в голове прокручиваешь, в голове все время хореография, вот каждую минуточку, потому что ты когда что-то придумываешь, какие-то движения, какой-то этюд, какую-то постановку номера, ты все время думаешь, 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 считаешь, просчитываешь, строишь в голове рисунки, поэтому это действительно жизнь. Новая хореографическая работа, представленная школой искусств этой зимой, спектакль «В плену Леденеллы», в котором приняли участие 110 воспитанников Лилии Кричко. Ребята упорно работали, чтобы постановка запала искушенному брестскому зрителю в самое сердце и подарила им настоящую зимнюю сказку. В плену Леденеллы очень большая конкуренция, очень. Дети настолько хотят участвовать, настолько хотят участвовать, они просто вот каждую репетицию, все вот мы берем, вот пробуем тебя на главную роль, на одну из главных ролей тебя пробуем тебя, мы, естественно, потом выбираем, у кого немножко получше это получается. Вот, репетиции очень много, очень длительная подготовка к каждой сказке, но дети очень стараются и все очень хотят туда попасть. Лилия Владимировна настоящий наставник, который заботится о каждом ученике, а перед собой она ставит одну, но крайне важную задачу – помочь ребятам не просто ходить на танцы, а влюбиться в это искусство. Мне так кажется, что поначалу, вот как их только родители сюда приводят, они не выбирают, выбирают родители, вот о чем я только что сказала, чтобы спинка ровная была, сколиоза не было, в основном выбирают родители. Но, наверное, наша задача, и я думаю, что мы с ней справляемся, хореографов уже привить любовь к танцу, и я думаю, справляемся, потому что после выпуска наши дети продолжают танцевать, продолжают танцевать в коллективах Бреста. Но самое главное, что очень большое количество, каждый год по 4-5 человек у нас поступают в хореографические колледжи, то есть продолжают дальнейшее обучение. Я думаю, что это уже заслуга наших хореографов, что мы влюбляем в танец, который становится дальнейшей профессией. Лилия Владимировна не только замечательный хореограф, но и замечательный человек. Она всегда относится с уважением и заботой к своим воспитанникам, создавая приятную рабочую атмосферу и вдохновляя своим примером. Она постоянно поддерживает и мотивирует своих учеников, помогая им преодолевать трудности и достигать высоких результатов. Лилия Владимировна очень добрая, но иногда у нее бывает такое, что она может накричать, но мы ее все очень любим. Она очень хороший преподаватель, один из лучших в нашей школе. Родители меня отдали, потому что они думали, что это мое хобби, и оказывается, оно так и есть. Я очень сильно люблю танцы и готова всегда ходить сюда, бегу всегда, потому что тут друзья, тут наш любимый преподаватель, и мы очень сильно его любим. Она очень добрая, она очень хорошая, она нас понимает, мы с нами на одной волне, она очень отзывчивая, она нам помогает, дает советы, и мы ее очень сильно любим. Василина Булскевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.